Чем занимаются волонтеры и как вступить в ряды добровольцев? У нас несколько направлений. Первое – это благотворительность. Как уже говорили ранее, мы проводим благотворительные ярмарки, и все средства, полученные оттуда, мы отправляем в различные фонды, которые помогают детям. Также сотрудничаем с приютами, щенячь патруль, помогаем как материально, так и физически. Говорила мне мама надевать шапку. Как человек чувствует, что становится холодно, зайти в теплое помещение. Это самое первое правило. Если руки, то надо пытаться согреть их подмышками. Клиповое мышление или интеллектуальная деградация? В тот момент, когда нам нужно воспринять огромное количество информации, мы находимся в какой-то такой расфокусировке, да, мы теряем линейные связи, мы перестаем логически связывать одно с другим. Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Алиса Козлова. 5 декабря в Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация Аркалыского педагогического института имени Ибрая Алтенсарина. Почетных гостей встретили проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев и директор департамента внешних связей вуза Ольга Вершинина. В состав делегации из Казахстана вошли председатель правления ректор Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтенсарина Гержан Амирбекулы, декан факультета педагогики и филологии Айбек Калиев, декан факультета истории и искусства Гульбаршин Конкина, декан факультета естествознания и информатизации Алибек Кискирмесулы, а также руководитель научно-исследовательского центра Жанар Байсеитова. Тимирхан Алишев рассказал о структуре университета, его истории и ключевых вопросах педагогической подготовки в УЗИ. Одна из важных целей встречи — обмен межкультурным опытом между учебными заведениями. Коллеги были заинтересованы в подписании соглашения и дальнейшем сотрудничестве в сфере академической мобильности, совместной научной работы, обучении педагогов Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтонсарина на базе КФУ. День добровольца или волонтера в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента Российской Федерации в 2017 году. Однако волонтерское движение в стране имеет давнюю историю. В сюжете мы расскажем о неравнодушных людях, бескорыстно несущих добро и пользу окружающим, своей малой родине и большой стране. 5 декабря во всем мире отмечается День волонтеров. Это праздник признания и благодарности тем, кто бескорыстно и безвозмездно помогает людям, обществу и окружающей среде. Они готовы оказать помощь старикам, детям, животным, организовать благотворительные акции и мероприятия. Подобная деятельность – один из самых ярких примеров того, как люди могут объединяться ради общего блага и делать мир лучше. Казанский федеральный университет также является крупным инициатором волонтерской деятельности. Институты, вузы на постоянной основе организуют свои собственные комитеты, где каждый студент может принять активное участие в общественной деятельности. У нас несколько направлений. Первое – это благотворительность. Как уже говорили ранее, мы проводим благотворительные ярмарки и все средства, полученные оттуда, мы отправляем в различные фонды, которые помогают детям. Также сотрудничаем с приютами «Щенячий патруль». Помогаем как материально, так и физически. Также проводим мастер-классы в различных организациях по типу благотворительного фонда «Аль Пари», реабилитационного центра, бесплатные семейные гостиницы для детей. Также проводим субботники. Убираемся как на улицах, так и в помещениях у ветеранов войны. Студенты любого курса и направления Казанского университета всегда могут вступить в ряды волонтерского движения и тем самым помочь каждому нуждающемуся в поддержке и заботе. Зачастую это животные, люди пожилого возраста и дети. Все эти сферы запросто можно охватить, имея лишь желание и стремление к бескорыстной помощи. Я уже год являюсь донором плазмы. На моем счету 9 донаций. И волонтерство для меня в первую очередь – помощь другим людям. Для меня волонтерская деятельность – это возможность сделать кого-то счастливым. Оно сочетает в себе самые главные аспекты моей жизни. В принципе, это отзывчивость, бескорыстие и бесконечная благодарность к тому, что ты делаешь. Я стою в социальном отделе своего института. И для меня волонтерство – это прежде всего невероятное ощущение, непередаваемая атмосфера того, что ты занимаешься нужным делом. В нашем институте достаточно часто в последнее время проходят благотворительные ярмарки. И моя основная задача – это призывать людей покупать тот или иной товар. Вообще многие студенты что-то приносят, кто-то, наоборот, что-то покупает. И мне нравится призывать людей, ведь вырученные средства идут в фонд, они могут кому-то помочь. Мы активно посещаем приют для бездомных животных, щенячий патруль. Мы там помогаем в уборке, приносим необходимые вещи для собачек, проводим с ними время. И каждый раз это незабываемые эмоции. И мы стараемся призывать всех помогать братьям нашим меньшим. Праздник волонтера – это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее дело. Ведь стать волонтером может каждый желающий, независимо от возраста, профессии и социального статуса. Главное – иметь желание помогать другим и быть готовым к тому, что волонтерство потребует от вас много времени, сил и ресурсов. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. Зима – особо опасный период для здоровья. Риск проникновения инфекций в человеческий организм и развития различных воспалительных заболеваний возрастает в несколько раз. Многие пренебрегают теплой одеждой, боясь испортить образ, укладку или макияж. Но не знают, что негативных последствий может быть немало, даже если они неощутимы на первый взгляд. О том, как обезопасить себя от морожения и переохлаждения в зимний сезон, и что делать, если вы все-таки столкнулись с ними лицом к лицу, расскажет Кристина Отекина. Природные процессы заметно влияют на людей. Из-за снижения температуры в зимний период в организме происходит ряд изменений, которые помогают поддержать здоровье в холодных условиях. Во-первых, происходит сужение кровеносных сосудов, благодаря которому уменьшается теплопотеря. Во-вторых, для получения энергии организм усиленно использует жировые запасы и увеличивает активность термогенеза. Трансформация происходит и в иммунной системе. Улучшается циркуляция лимфы, помогающая в передаче иммунных клеток организму. Это, конечно, хорошо, но также важно помочь организму в этот непростой период. Ряд правил. Во-первых, это одеваться тепло, одеваться по размеру. Одежда должна быть не впритык. Обувь должна быть удобна, чтобы на размер побольше, чтобы была теплая стелька. Дальше ни в коем случае нельзя алкоголь, кофе, энергетические напитки, так как они уменьшают чувствительность к холоду. Также не нужно носить металлические украшения. Кольцо золотое или серебряное уменьшает циркуляцию крови в конечности. Скоро Казань накроет морозы, поэтому стоит готовиться к ним уже сейчас. Чаще всего при температуре ниже минус 15 градусов могут возникать обморожения выступающих частей тела, ушных раковин, носа, пальцев рук и ног. Поэтому стоит подробнее узнать о признаках и стадиях поражения тканей. Всего существует 4 вида обморожения, но наиболее распространен именно первый, наиболее легкий. Пораженный участок кожи приобретает мраморный окрас, также может снизиться чувствительность. Но несмотря на то, что это легкое обморожение, стоит как можно быстрее принять экстренные меры, чтобы согреться. У нас происходит немножко замедление сердцебиения, но давление при этом может повышаться до 40 на 100. Анемение, зябкость кожных покровов получается, побледнение. И кожа охлаждается, появление гусиной лапки. Как человек чувствует, что становится холодно, зайти в теплое помещение. Это самое первое правило. Если руки, то надо пытаться согреть их подмышками, внутрь куртки, пальто. Хронические заболевания, они ослабевают иммунную систему. Нужно обязательно закаливание, витамины терапии, правильное питание. При выходе на мороз обязательно нужно покушать тепло плотно, чтобы организм будет медленнее остывать. Чаще всего к обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь. Поэтому перед выходом на улицу в зимний период стоит хорошо поесть, чтобы у организма было больше ресурсов для защиты от холода. Также лучше выбирать удобную одежду, которая подходит для погодных условий и прикрывает все выступающие части тела. Ушные раковины, нос, а также пальцы рук. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. Сегодня, пожалуй, трудно найти человека, который не пользуется смартфоном. Еще труднее найти среди них тех, кто не смотрит короткие вертикальные видео в интернете. Ролики именуются по-разному, все зависит от того, в какой социальной сети их выкладывают и смотрят. Привычка воспринимать все через такие короткие форматы даже обзавелась отдельным названием – клиповое мышление. Люди с таким восприятием рассеянны, невнимательны и сложно схватывают суть, лежащую между строк. Они прыгают с одного дела на другое, не закончив предыдущее, и с трудом строят логические связи, а также плохо отделяют главное от второстепенного. Как с этим бороться и не прирастет ли все это в цифровое расстройство? В цифровую эпоху с бесчисленным количеством технологических возможностей, гаджетов и высокой скоростью интернета общество быстро адаптировалось под современные условия. Появлением различных социальных сетей количество контента, который люди там публикуют и пересматривают, растет в геометрической прогрессии. Эксперты отмечают, что молодежь сталкивается с трудностями в бытовых и, казалось бы, элементарных ситуациях. Например, им тяжело сфокусироваться на одном действии или предмете, спокойно прочесть книгу, не отвлекаясь на что-то постороннее. Специалисты связывают это с растущим потоком информации, который получают пользователи сети. Дело в том, что объемы возможностей нашего восприятия небезограничны, и мы одномоментно можем наблюдать только один объект, сосредоточившись на чем-то одном. И в тот момент, когда нам нужно воспринять огромное количество информации, мы находимся в какой-то такой расфокусировке. Мы теряем линейные связи, мы перестаем логически связывать одно с другим. Он настолько быстротечен, что мозг привыкает к постоянной смене темы сюжетов и потом уже не может воспринимать большую по объему материал. Все это отражает проблемы, пришедшие к нам вместе с бесконечным информационным потоком и огромным количеством сведений, доступ к которым дают нам СМИ и обычные пользователи сети. В тот момент, когда человек находится в ситуации информационного стресса, информационного такого коллапса, это явление, конечно, усиливается. И там уже не разглядеть причинно-следственные связи, не пронаблюдать, из чего все произошло и к чему идет. То есть нужно очень быстро ориентироваться в этом огромном океане информации. И поэтому здесь человек ищет спасательный круг, какую-то шлюпку, в которой он будет спасать себя и выплывать из этого океана информации. И какие-то искать адаптационные стратегии. То, что мы называем клиповым мышлением, это как раз стратегия адаптации человека к такому большому объему информации. Наш мозг себя так сохраняет. И, конечно же, в этой ситуации достаточно сложно смотреть линейные произведения. Категорично относиться к этому явлению не стоит, ведь у каждой медали есть своя сторона. Так отмечаются и плюсы так называемого клипового мышления. Среди них способность человека работать в многозадачном режиме и быстрее реагировать на происходящее, а следовательно быстрее решать внезапно возникшую проблему. Да и явление не так новое. Например, наши бабушки и мамы в свое время развивали клиповое мышление с помощью решения кроссвордов. Гаджеты же ускорили процесс глобализации явления. Конечно, принято считать, что клиповый тип мышления влечет за собой негативные последствия. И мы сегодня в ситуации, когда мы встречаемся с нейросетью, с искусственным интеллектом, мы синхронизируемся, адаптируемся, мы чему-то тоже учимся. Это очень интересно. Любая ситуация кризиса – это ситуация роста. И получается, что в этой ситуации нужно наблюдать за тем, как мы адаптируемся. Ни в коем случае не бить себя по рукам и не возвращаться в какие-то прежние стратегии, а давать себе возможность какой-то поддержки, заботы о себе. Неспособность сфокусироваться на одной задаче, рассеянное внимание, а также отсутствие эмоционального удовольствия от процесса выполнения какого-либо действия. Это повлияло и на массовую культуру, что можно наблюдать в том числе и в кинематографе. Художественные документальные фильмы советского периода наполнены долгими диалогами и драматическими паузами. Современное же кино стремится к динамике, острым поворотам в сюжете и постоянной смене кадра. На самом деле мы таким образом расширяем свои возможности. Маршал Макклюин говорил о расширении возможности человека. Так наш мозг приспосабливается к тому объему информации, к тому объему действий, который есть. И шизофрения есть в мультифрении. Шизофрения – это такое особенное видение реальности, которое свойственно одному индивиду. То есть другой не видит этого, а я вот вижу такие галлюцинации. А мультифрения – это ситуация, когда очень такое разноплановое восприятие реальности, оно правдоподобное, оно такое многозадачное, когда мы все здесь можем видеть разную глубину происходящего. Несмотря на абсолютно очевидное несовершенство цифровой реальности, нужно отметить, что весь информационный поток и шум, который, несомненно, раздражает нашу нервную систему, буквально атакует наш мозг. Он успешно адаптируется под этот бешеный режим жизни. Эксперты отмечают, что не стоит отрекаться от технологии новшеств, которые пришли в наш мир. Наличие осознанного подхода у человека может изменить реальность и в лучшую сторону. В клиповом мышлении можно найти плюсы даже простыми действиями. Обычный разгрузочный день без социальных сетей, прогулки по свежему воздуху и обыкновенное наблюдение за облаками или звездами. Это поможет мозгу замедлиться и отстраниться от информационной суеты 21 века. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии была Алиса Козлова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»